В Великом Новгороде завершился Кубок России по фигурному катанию. На пять дней площадка Новгородского ледового дворца стала местом смотра юных российских талантов. Завершила финал Кубка России по фигурному катанию произвольная программа. Мужская и женская. Зрелищно, эффектно и, признаются спортсмены, волнительно. И даже опыт тут мало помогает. Если не отобрался никуда, там, на чемпионат мира и Европу, вот это, по большей части, такой финальный старт и какая-то точка сезона, наверное, в какой-то степени. И поэтому, конечно, очень, ну, ответственно к этому надо подходить. Я подошел и все. Кстати, среди мужчин первое место в произвольной программе занял именно Макар Игнатов. Увидеть вживую подобное выступление, что одиночные, что парные, для принимающей стороны большая удача, уверяют организаторы. И не только для зрителей, но и для спортсменов, ведь это не столько красивое зрелище, сколько обмен опытом. И не так важно, что сами новгородцы в финале Кубка России участия не принимали. На это есть объективные причины. Чтобы попасть на финал Кубка, надо пройти по этапам Кубка. Чтобы попасть на этапы Кубка, существует отбор зональный и так далее, и так далее. У нас нет детей возраста того и мастерства, уровня мастерства, которые на данный момент могут представлять нас на таких соревнованиях. В городской школе фигурного катания всего 10 лет. Для этого спорта, говорят специалисты, это совсем мало. Значит, все еще впереди. И, возможно, однажды на пьедестал финала Кубка России по фигурному катанию в Великом Новгороде взойдут сами новгородцы.